Между тем, в инфекционные стационары Алматы продолжают поступать люди, заразившиеся коронавирусом. Многие из них жалеют о том, что тянулись с вакцинацией и сейчас для них главное поскорее вылечиться. Об этом они рассказали нашему корреспонденту Дамиру Аннитову, который облачился в защитный костюм и не побоялся зайти в красную зону. Мы находимся возле инфекционной больницы имени Изотимы Жекеновой. Именно здесь находится та самая красная зона. При одном только упоминании этого словосочетания у большинства людей кровь встынет в жилах. Мы же намерены провести здесь ближайшие полчаса. Разумеется, в тревчих войне в это беспреувеличение смертей на опасное место. Необходимо запрести все правила безопасности. Прости, выдели нам специальный костюм, очки, шапочку, перчатки и маску. Хочу отметить, не прошло пяти минут, как я на деле костюм, но мне уже ужасно жарко, как видите, очки за потери. И очень тяжело дышать. А я напомню, врачи у нас этот костюм круглосуточно. Сейчас мы заходим в красную зону. А вот и красная зона. Картина не для слабонервных. Инфицированные прикованы к постели. Их жизни буквально висят на волоске. Большинство из них без сознания. Лишь тяжелое дыхание пациентов нарушает тишину в реанимационной. КВЛ подключены около 15 человек. В таком состоянии они находятся круглые сутки. Я очень ужасно себя чувствую. Не могу дышать толком. Если честно, уже и не надеялся выкарабкаться. Надо было провакцинироваться, когда была возможность. Мне не раз предлагали. Очень жалею о своей беспечности. Думал, меня не коснется. Отдельно хочу поблагодарить врачей. Они ни на секунду не отходили от меня. Я преклоняю голову перед ними. Они без преувеличения герои. Это ужасно. Это страшно. И умереть. Есть коронавирус. Это очень страшно. Я бы хотела, чтобы все люди берегли себя. Аберация на глаза готовилась. Поэтому меня врач не разрешила. Я поэтому не вакцинировала. Дома все вакцинировались. Поставляю вакцинацию, потому что помогает. Обязательно пусть вакцинируется. Это все равно спасает. Хоть как может. Будут болеть, но очень легким. Это называется ковидом. Это называется пневмонией. Но это существует. Это реально. И я здесь вижу каждый день напротив нашего окна приемное отделение. Как приходят скорые. Выходят люди. Им оказывают помощь. Люди разные. И старые. И молодые. Лучше вакцинация, чем ИВЛ. Эти слова прозвучали из уст каждого инфицированного. Лишь толкнувшись с болезнью лично, мы осознали всю серьезность ситуации. Говорят пациенты. За последнее время наблюдается снижение количества инфицированных. В день поступает по 20-25 человек. Заполняемость у нас 50%. Мы связываем снижение с массовой вакцинацией. Чем больше людей делают прививку, тем меньше они подвержены коронавирусу. Это говорит о действенности принимаемых мер. Действительно, атмосфера в красной зоне очень тяжелая. Изможденные лица людей, не способных дышать самостоятельно. Воспоминания на долгие годы. Именно в такие моменты понимаешь, насколько ценна жизнь. Дамир Анитов, Максуджан Манасов, телеканал Алматы.